Владивосток. ТП. Сиди. Лучший город Земли. Здравствуйте, друзья. Это «Лучший город Земли» программа о нашем славном городе у моря. Сегодня главная тема наших исторических прогулок – Голубинная почта. Владивосток, год 1906. Как вы, наверное, знаете, на карте нашего славного города у моря существует немало мест, которые носят порой забавные, а порой довольно удивительные названия. Вот, к примеру, Голубинная пать. Этот район расположен в долине неподалеку от сопки Орлиное гнездо. Раньше ее называли сопка Голопуб, а позже сопка превратилась в гору и получила более благозвучное название. Ее стали величать горой великого князя Алексея Александровича. Но затем она вновь стала сопкой – сопкой Орлиное гнездо. Но вернемся в Голубинную пать. На самом деле ничего странного в этом названии нет. Все дело в том, что в 1906 году в Владивосток привезли голубей, но не для забавы ради, а для того, чтобы в нашем городе наконец-таки появилась Голубинная почта. С предыдущей ради замечу, что Голубинная почта появилась в русской армии еще в 1884-м, и на то был приказ военного министра. Однако по ряду объективных и субъективных причин этот вид связи не действовал. В 1906 году в долине неподалеку от сопки Орлиных гнездов были построены две станции для содержания почтовых голубей, казармы для нижних чинов и офицерский флегель. На станции почтовые голуби проходили ежедневные тренировки, а затем их парами развозили по местам службы – на дальние посты, на военные корабли и даже аэростаты. И с помощью почтовых голубей штаб крепости получал различные важные донесения, которые писали на рисовые бумаги и прикрепляли клапан голубей. Когда голубь возвращался домой на станцию, донесения попадали в руки дежурного офицера, а затем далее по назначению в штаб крепости. Да вот что еще интересно, Голубинная почта работала в нашем городе много-много лет. Еще в 30-е годы почтовые голуби служили на флоте, а затем пришло другое время, появились и другие средства связи. В мае 1948 года вышел приказ командующего военно-морским флотом о ликвидации службы голубиной связи. Но в память о почтовых голубях на карте Владивостока осталось название «Голубинная пать». А на сегодня, пожалуй, все. До встречи в эфире на радио ВВС.